Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Шамова. По традиции, каждую неделю мы встречаемся с известными людьми нашего города и делаем книжные обзоры в программе «Да». Сегодня у нас в гостях Наталья и Сергей Бачурины, основатели компании «Технополис», любители бега, лыж и танго. Наталья, Сергей, привет! 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 И мы поговорим о спорте, где каждый поделится своими впечатлениями и рассказом о выбранной книге. И не одной, а целых три. Цибек, революционный метод бега без усилий и травм, авторы Дрейер Денни, Дрейер Кэтрин, рекомендованный возраст 6+. О чем я говорю, «Когда говорю о беге», автор Харуки Мараками, рекомендованный возраст 16+, и Чарли Энгл, «Ранингмен», «Как бег помог мне победить внутренних демонов», рекомендованный возраст 18+. Расскажу о своей сначала книге. Книга «Ранингмен» или «Бегущий человек» у меня оказалась по рекомендации. Это реальная история человека, которому приходилось всю жизнь бороться с собой. Сложное детство, которое, как следствие, принесло большие крупные проблемы и со здоровьем, и с законом. И книга не о технике бега, а скорее о том, как бег изменил и наложил отпечаток на жизнь Чарли, который смог найти дорогу в трезвую жизнь. Вообще, кто такой Чарли Энгл? Это ультрамарафонец, рекордсмен по пересечению Сахары, победитель марафона «Марш Гоби» на 250 километров, участник десятков триатлонов и приключенческих гонок. И он бегал, наверное, и вы тоже, как и у вас бывает в вашей жизни, в разных погодных условиях, испытывал и голод, и жажду, и страдал от недостатка сна. Наталья, расскажите о вашем выборе. Я расскажу о книге «Харуки Мараками», о чем я говорю, когда говорю о беге. Книга эта попала ко мне таким образом. Я уже к тому времени так конкретно бегала. Ее подарили друзья, как и все остальные, кстати сказать, книги про бег. То есть специально я не интересовалась. Но книга «Харуки Мараками» очень мне откликнулась, потому что, во-первых, это единственная книга-мемуары самого «Харуки Мараками». То есть это не художественный роман, это воспоминания самого Мараками. Это бегущий писатель, то есть он каждый год бегает в марафоны. И, в общем-то, он описывает здесь свой опыт. Что мне близко? Он так же, как и я, не спортсмен. У него нет каких-то там амбиций побеждать или что-то. То есть он бегает по другим причинам. Это скорее активность, которая подходит лично ему. И бег, конечно же, очень метафоричен. Ну, такой вид активности, который, может быть, подходит не всем. Но если уж вот как бы приходишь в бег, то я надеюсь, что это останется со мной всю мою жизнь. Я бы так хотела. Я тоже так же стараюсь как минимум раз в год какие-то длинные старты пробегать. И не потому что я люблю соревнования, но это такой маркер состояния самой себя. То есть если на утренней пробежке там можно бежать так или иначе, то вот такие массовые старты, когда ты бежишь на время, они проявляют истинное положение вещей. Тебе книга помогла психологически? Она очень созвучна. И я даже вот сейчас, готовясь, её переслушивала на пробежках, вновь для себя открыла какие-то те же самые моменты, какие-то свои мысли подтвердила. Я рекомендую, честно, откровенно. То есть она, в принципе, интересна как опыт и Харуки Мураками про его личность и вообще понять всех тех ненормальных, которые бегают длинные дистанции, потому что это всегда... Это для меня был секрет. Я вообще искренне не понимала, как можно бежать там даже, не знаю, километра три и типа нормально, да, как бы зачем это всё. То есть есть здесь некие такие открытия, которые... Вот инсайты, которые случаются. То есть это действительно огромное удовольствие. И бег — это очень про себя самого, такая правда. Не все могут бегать быстро. Я, например, не могу. Но зато длинные дистанции — это именно та история, которая позволяет мне развиваться, себя преодолевать и видеть себя, понимать. И вообще ощущать себя живой. На самом деле я бегаю для удовольствия. Мне кажется, что тело человека создано таким образом, что бег — это очень физиологичная нагрузка, которая телу нужна. И когда ты бежишь, выходишь на пробежку и возвращаешься с неё, ты чувствуешь себя гораздо лучше, чем до того, как ты побежал. К телу надо относиться внимательно. И читать такие книги, например, как «Цыбек», здесь семейная пара создала прям какой-то фундаментальный, законченный способ, как научиться бегать правильно, без дополнительных усилий, без травм. Бег может быть силовой. Это когда мы там пытаемся на время где-то что-то там вкладывать усилия в каждое движение. А может быть бег для удовольствия, при этом со временем, с определённой техникой он становится тоже достаточно быстрый. Тренер, бегающий тренер, который внимательно наблюдал за тем, какие есть методики, какие есть возможности, как люди бегают, и наткнулся на возможность объяснить бег через движение энергии «Цы». Это, в принципе, наверное, какая-то такая история, которая может быть. То есть он взял некий такой метафористичный язык, который позволил объяснить биомеханику движения. Мы очень часто к этому термину подходили в дальнейшем, да, вот когда мы, например, занимались танго, это тоже биомеханика движения. И лыжи тоже. Лыжи — это тоже биомеханика движения. И когда тебе разные твои тренеры, кто-то по танцам, кто-то по бегу, кто-то по лыжам, говорят абсолютно одни и те же вещи. Слово в слово просто. Иногда даже слово в слово это просто впечатляет, что можно книгу читать, можно слушать как аудио. Кстати, я во время бега очень часто во время этой медитации своей надевал наушники, бегал. Наталья тоже часто бегает с наушниками. И там одна за другой какая-нибудь там книжки заходят. Цибек еще прикольный тем, что здесь очень много практических упражнений, много картинок. И, может быть, даже она нужна в бумажном варианте, может быть, в электронном. Потому что, ну, картинки наглядно объясняют, показывают, как должно находиться тело во время движения. У нас в программе есть традиции. В завершении вопрос следующему гостю задает тот, кто был на прошлой программе. Сергей, вопрос для вас от Никиты Высоцкого. Что вы читали накануне прихода в книжную передачу? Ну, как раз я Цибек перечитывал для того, чтобы освежить в памяти и для того, чтобы понять, на какие моменты, может быть, еще имеет смысл прямо сейчас обратить внимание. На пробежках я обычно слушаю всякие бизнес-аудиокниги. Мне достаточно забавно там какого-нибудь Бодо Шефера послушать там и так далее. Мотивирует, дает настроение, там, заряд энергии на целый день. Спасибо. Наталья. Вопрос от Натальи Мазеевой звучал так. Какую бы встречу с поэтами и писателями хотели бы, чтобы она была в нашем городе? Можно я отвечу еще на вопрос Сергея? Можно. Я слушаю лекции про вино, когда бегаю. Вот. И, кстати, сказать относительно писателей и поэтов. В моем опыте была такая история. Я организовывала такую встречу в формате «Вечера виной стихи». У меня есть любимая поэтесса, стихи, которые очень мне откликаются. Мы как-то совпадаем, не знаю, в жизненном, в жизнепонимании. Я не могу назвать ни одного другого такого опыта. То есть, ну, я не увлекаюсь там поэзией специально или что-то. Вот. Но в плане... Я бы, наверное, да, повторила. Уже, может быть, даже пора повторить. Встречу с Анной Синичевой. Пэтессы. И так как на той программе было три гостя, поэтому еще от одного участника, Кирилла Веденского, вопрос звучал так. Что бы вы хотели сделать по прибытию домой? Ну, у меня все просто тренировки и часть моего жизненного плана, поэтому мне необходимо сегодня еще... А, у него бассейн, да. ...две тренировочки. У меня бассейнчик и плавание будет, да, часик мы поплаваем, а потом еще часик побегаем. А у меня чего-то вот как-то после тут длительной мышцы поднывают, я, наверное, пойду в спа. Это тоже часть, кстати сказать, важного тренировочного процесса уметь восстанавливаться. Даже более важное, чем... Массажи, растяжки. Чем может показаться. Это очень-очень-очень важно для всех спортсменов. А теперь ваши вопросы следующему гостю. Как он относится к вот этому любительскому забегу, по-массовому, у Вятские холмы. Вот его позиция. Есть критикующие, недовольные те, кто считает, что им перегородили город напрасно, а есть те, кто наоборот считает, что это наилучшая пропаганда вообще как бы активного образа жизни. Что интересно во всех людях, это то, что людей вдохновляет, что подпитывает энергию и что даёт какие-то жизненные силы. У любого человека узнать вот именно это, это даёт и для себя пищу, информацию, и для понимания того, кто с тобой рядом. Очень много, кстати, мы почерпнули из сообщества бегунов. Есть там у нас ребята беганутые. И поддержка на самом деле сообщества — это здорово, это классно, это даёт энергию, это даёт возможность собраться тогда, когда не очень-то охота, например, идти на тренировку. Но ты понимаешь, что есть ребята, которые каждое утро выходят, радуют. И особенно если они, например, пробежали раньше тебя, где-то выложили там какой-то пост, ещё что-то такое. Это прям вот... Это правда, да. Это мотивирует, вдохновляет. А вопрос-то какой? Что вдохновляет, что питает, что даёт энергию для жизни прямо сейчас. Вот если формулировать, вот именно как-то в этом контексте. Спасибо вам огромное. Сегодня мы познакомились с тремя книгами про бег. Искренне писать о беге означает искренне писать о самом себе. С вами были Ксения Шамова, Наталья и Сергей Бочурины в программе «Да». Спасибо. Спасибо. Да.